Мухаммаду Таджурус, Миллайхи Кабибата, Мухаммаду Садику, Аквали Валькабиби. Бисмиллахи Рахману Рахим. Альхамду лиллаху, салату вассаламу аля Расулли Ллаху. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатуху, уважаемые зрители. В этом выпуске, в преддверии священного праздника Курбан-Айт, мы рассмотрим часто задаваемые вопросы, связанные с этим событием, исходя из опыта прошлых лет. Итак, первый вопрос. Что означает слово Курбан? Слово Курбан означает «приблизиться», «быть ближе». Как религиозный термин, это означает «приношение в жертву животного» в определенное время с намерением поклонения Всевышнему Аллаху. Второй вопрос. На какой день в этом году выпадает Курбан-Айт? Курбан-Айт отмечается 10-го дня месяца Зульхиджа. В соответствии с официальным календарем исламских праздников Духовного управления мусульман Казахстана, Курбан-Айт в этом году выпадает на 9, 10, 11 июля. Вопрос третий. Я слышал о посте перед Курбан-Айтом. Расскажите о нем. Первая декада, 10 дней месяца Зульхиджа, считается наиболее благословенными днями для поклонения Аллаху и совершения добрых дел, как об этом сообщается во многих хадисах. Одним из распространенных видов поклонения, помимо всего остального, является пост. Особенно важно держать пост в день Арафат, который наступает 9-го числа месяца Зульхиджа. В хадисе, который передал имам Муслим, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, пост в этот день служит искуплением грехов прошлого и будущего года. Четвертый вопрос. Приносится ли жертва за умершего? Можно сделать курбан с намерением передать салаб, то есть вознаграждение за него умершему родственнику или другому человеку. Человек может есть мясо курбана, совершенного на свои средства, вознаграждение от которого он дарит умершему родственнику. Он также может угощать других. Такой курбан не обязательно совершать в праздничные дни. Если человек завещал сделать курбан после своей смерти, то является ваджибом совершить этот курбан в праздничные дни. Человек, который делает такой курбан, не может есть его мясо, а обязан полностью его раздать. Вопрос пятый. Какая польза от курбана? Польза следующая. Первое. Курбан сделан обязательным, чтобы отдать дань благодарности за годовое мирское благо, и тем самым отдается обязательный долг Всевышнему. Второе. Прегрешения отпускаются, и зарабатывается салаб, награда. Третье. Курбан станет для хозяина в судный день транспортом, который проведет его через мост с Ират и будет причиной его спасения. Четвертое. Помощь бедным мусульманам мясом, шерстью и шкурой способствует удовлетворению их скромных нужд. Вопрос шестой. Каков уровень обязанности принесения животного в жертву? Согласно ханафистскому мазгабу, совершение жертвоприношения является уаджибом. Обязательно. Доказательством этому служат слова Всевышнего. Молись Господу твоему, совершая праздничную молитву, и принеси в жертву животное. А также хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал, кто имеет возможность и не приносит в жертву животное, тот пусть не приближается к месту совершения нами молитвы. Седьмой вопрос. Кто обязан совершать жертвоприношение? Для того, чтобы совершение жертвоприношения было обязательным, человек должен быть мусульманином, диспособным, совершеннолетним, свободным. Также он должен быть мукимом, то есть не находиться в путешествии, обладать минимальным достатком имущества, с которого необходимо выплачивать закят, то есть не сабом, который равен стоимости 85 граммов золота, что по состоянию на 2022 год составляет примерно 1 миллион 450 тысяч тенге. Восьмой вопрос. Для кого курбан не обязателен? Курбан не возлагается ни на ребенка, ни на душевно больного, независимо от того, обладают они имуществом в указанном размере или нет. Также не является ваджибом, обязательным для их опекунов, совершать курбан от их имени. Для путника курбан тоже не является ваджибом. Путником ислам признает человека, который находится в поездке с намерением проехать 80 километров и более. Он становится путником сразу, как только покинет город. Но если он намеревается остаться в каком-то месте 15 дней или более, он перестает быть путником. Человеку, для которого курбан не является обязательным, не следует для совершения курбана влезать в долги, превышающие его возможности, чтобы его совершить. Однако, если финансовые возможности позволяют сделать курбан, то это будет для него добродетельным поступком. Следующий, девятый вопрос. Каких животных разрешается принести в жертву, а каких нет? К жертвенным животным относятся, первое, овцы и козы, второе, коровы, быки и буйволы, третье, верблюды. Овцы и козы должны достичь годовалого возраста. Крупнорогатый скот двухлетнего, а верблюды пятилетнего. Из остальных животных курбан невозможен. Из названных трех видов животных можно приносить жертву и самцов, и самок. Предпочтительным считается приношение в жертву барана и козла. Но если ягненок в шестимесячном возрасте наберет вес годовалого, то разрешается его жертвоприношение. Животные должны быть полностью здоровыми и не иметь следующих изъянов. Первое. Слепота на один или оба глаза. Второе. Слабость и истощение. Третье. Отсутствие уха или хвоста. Более одной трети. Зубов, половины и более. Четвертое. Сломанный рог. Пятое. Хромота. И шестое. Явная болезнь. Следующий, десятый вопрос. Я приобрел барана на курбан Айт, но оказалось, что он кастрирован. Могу ли я его принести в жертву? Кастрированное животное принести в жертву можно. Абу Рафи рассказывал. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принес в качестве жертвоприношения двух черно-белых кастрированных баранов. Хадис приводит имам Ахмад. Следующий, одиннадцатый вопрос. Можно ли совершать обряд жертвоприношения в последующие дни после первого дня праздника? Жертвоприношение нужно совершать после праздничной молитвы. Но если человек по каким-либо причинам не смог это сделать в первый день, он может совершить обряд во второй день, а также в третий до захода солнца. Двенадцатый вопрос. Могут ли несколько человек совершить жертвоприношения вместе? Каждый человек может принести в жертву одного барана или одну козу. Жертвоприношение одного крупно-рогатого скота или верблюда может совершить как один человек, так и группа людей, состоящая из семи человек. Причем все члены этой группы должны сделать намерение принести жертвоприношение. Сообщается со слов Джабира, что посланник Аллаха сказал, корова приносится в жертву за семерых и верблюд за семерых. В этом случае компаньоны должны объединиться с намерением принести жертву ради Аллаха. Если кто-то из них ставит целью лишь купить мясо, то ни у одного из них курбан не будет действительным. Компаньоны по курбану должны, взвешивая, забрать каждый свою долю. Следующий, тринадцатый вопрос. Как нужно совершать жертвоприношение? Перед совершением жертвоприношения нужно сделать намерение. Подготовить место и заточить нож. Нельзя точить нож перед жертвенным животным. Это макру. Пророк, салалу алейхи вассалям, сказал, когда закалываете животное, делайте это хорошо. Хорошо заточите свои ножи и закалывайте животное, не мучая его. Жертвенное животное кладут на бок, поворачивают его голову в сторону кыблы и произносят следующий аят, как дуа. Это действие является желательным, но необязательным. Что в переводе означает «Скажи воистину мой намаз и мое жертвоприношение или поклонение. Моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварищей». Далее желательно произнести такбир После этого произнеся «Бисмилляхи Аллаху Акбар» и закалывается животное. Снимать шкуру и разделывать мясо надо только после его полного умерщвления. Четырнадцатый вопрос. Нужно ли приглашать имама, муллу, чтобы он прочитал суру перед закалыванием животного? Присутствие имама, муллы, при закалывании животного необязательно. Не обязательно также читать суры и молитвы. Главное при закалывании произнести «Бисмилляхи Аллаху Акбар». Пятнадцатый вопрос. «Можно ли вместо совершения жертвоприношения отдать стоимость животного в качестве милостыни?» Жертвоприношение – это акт поклонения Аллаху. История этого обряда начинается еще со времен пророка Ибрагима, алейхиссалям. Всевышний Аллах для того, чтобы испытать пророка Ибрагима, алейхиссалям, и показать всем мусульманам пример покорности, повелел ему принести в жертву его сына Исмаила, алейхиссалям. Когда пророк Ибрагим, алейхиссалям, был уже готов принести в жертву сына, Всевышний Аллах, испытав его покорность, не спаслал барана для жертвоприношения и сохранил жизнь Исмаила. Сегодня, совершая жертвоприношение, мы делаем это как знак памяти о том, какую великую жертву готов был принести пророк Ибрагим, алейхиссалям. Мы также делаем это в знак благодарности за то, что Аллах сохранил жизнь Исмаилу, алейхиссалям. Совершая жертвоприношение, человек демонстрирует абсолютную покорность Аллаху и следование пути пророков, мир им. Поэтому важен сам процесс. Деньгами отдать стоимость животного в качестве милостыни нельзя. Шестнадцатый вопрос. Обязательно ли совершать жертвоприношение самому? Можно ли попросить об этом кого-то другого? Желательно, сунна, сделать это самому. Но если вы самостоятельно не в состоянии совершить обряд закалывания, то вы можете уполномочить кого-либо сделать это от вашего имени. Но даже в этом случае вам желательно присутствовать непосредственно во время обряда. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда совершал жертвоприношение за свою дочь Фатиму, попросил ее лично присутствовать во время обряда, сказав при этом, что с первой каплей крови, капнувшей жертвенного животного, простятся все ее предыдущие грехи. Но если человек не имеет возможности присутствовать на церемонии, он может совершить намерение, передать стоимость жертвенного животного и попросить, чтобы от его имени совершили обряд. Семнадцатый вопрос. Что нужно делать с мясом? Необходимо ли его раздать полностью? Мясо жертвенного животного желательно, то есть мустахаб, разделить на три части. Одну часть нужно оставить себе на нужды семьи. Вторую часть оставить в качестве угощения для гостей. Третью желательно раздать неимущим. Однако можно раздать и полностью. Восемнадцатый вопрос. Как поступать со шкурой животного? Шкуру животного можно оставить на собственные нужды или отдать в качестве садака. Категорически запрещено продавать шкуру и использовать деньги для себя, но можно отдать эти деньги в качестве милостыни. Девятнадцатый вопрос. Какие действия являются мустахаб желательными совершать в праздничную ночь и дни? Как надо проводить курбан айт? Действия следующие. Первое. Праздничные ночи проводят в мольбе и поклонении. Читает пропущенные намазы, читает Коран и просит прощения у Всевышнего Аллаха. Ведь дуа, совершаемые в праздничную ночь, принимаются. Второе. В праздничное утро встать пораньше, принять омовение, желательно полное. Третье. Надеть чистую или новую одежду. Четвертое. Использовать хорошие благовония. Пятое. Если это возможно, идти на намаз пешком, так как пророк, саллаллуху алейхи вассалям, в эти праздничные дни шел пешком к месту намаза. Шестое. Раздавать больше садака бедным и неимущим. Седьмое. По дороге на праздничный намаз произносить тагбиры. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илляха илла Аллаху, Аллаху акбар. Восемое. Если человек собирается совершить курбан, то желательно воздерживаться от пищи, пока он не сможет попробовать мясо своего курбана. Девятое. Есть мясо курбана так, как это делал пророк. Десятое. Быть щедрым по отношению к своей семье. И последний вопрос. Где в этом году можно провести курбан? В скором времени на официальных сайтах Духовного управления мусульман Казахстана будет размещена информация с перечнем мечетей городов, в которых можно совершить жертвоприношение. На этом выпуск завершен. В случае, если у вас возникнут дополнительные вопросы о курбане, вы можете задать их на сайте azan.kz. Пусть Всевышний Аллах даст благополучие нашим семьям и примет наш курбан. Субтитры создавал DimaTorzok